Итак, уважаемые коллеги, мы послушали с вами трех экспертов, понимаем, куда надо двигаться, есть какие особенности, что НВД у нас никто продлевать не собирается, что есть там примерно 6 режимов налогообложения, куда вы можете перейти, вот, и я для себя просто писал там статью, значит, с учетом того, что сейчас эксперты сказали, можно сделать следующие выводы, значит, перед тем, как ответить на себя, куда вообще переходить, вы должны ответить для себя на 5 основных вопросов. Если хотите, можете себе записать, если нет, то мы это выложим, когда будем выкладывать этот видеоролик, да, в Ютубе. Значит, первый вопрос, сколько налогов я могу платить в месяц, в год, исходя из моего текущего оборота состояния бизнеса? То есть вы должны понять выручку. Если там у вас 2 миллиона 400, не больше, то идете на самозанятого. Если до 60 миллионов рублей, то можно попробовать на патенте. Если там больше 150, там до 200 миллионов рублей, то можно попробовать на упрощенке. А если миллиард, то можно уходить на общий режим. Я, честно говоря, могу сказать, во всех статьях, значит, консультанты слушают, даже сейчас вот экспертов мы общались, они говорят, нет, ребят, на общий режим не переходите, это проблема. Но у общего режима есть очень много преимуществ своих. Во-первых, значит, первое преимущество, вы же на нем можете не платить НДС. То есть если у вас в квартал выручка меньше 3 миллионов рублей, то, соответственно, вы можете воспользоваться льготой и не платить НДС. Но вы будете платить НДФЛ 13%, но она платится доходы минус расходы. Но если у вас вообще расходов никаких не будет, то все равно есть имущественный вычет 20%. Я просто рекомендую, значит, вообще начинать просчеты именно с общего режима. Но здесь общий режим еще маленький такой есть проблемка. У вас должен быть очень хороший, высококвалифицированный бухаутор, который будет вести этот учет. Если у вас это все решено и есть такие люди, то общий режим иногда бывает просто феноменальный. То есть он решает вообще все вопросы, которые есть у компании. Тем более мы сейчас, у нас есть несколько проектов, мы крупные бизнесы, которые находятся на ООО, все перетаскиваем на ИП. Бухауторского учета нет, значит, контроль налички нет. Значит, куда хочешь деньги тратишь. То есть там просто преимущество, там просто немерено, вот их немерено. И слава богу, еще руки, как говорится, не дошли до отмены ИП. Значит, вы прочитали, значит, сколько налогов вы должны платить. Исходя из этого, уже можно предположить, какой у вас будет, какой режим налогобложения. И обязательно нужно составить прогноз. Вы-то сейчас можете сосчитать, а надо прогноз на будущее составить. То есть, как правило, прогноз самый хороший и плохой прогноз. Вот, и с учетом самого плохого прогноза, да, можно тоже предположить, о какой режим налогобложения у вас может быть. Потом следующее, то есть вы сделали такой анализ. То есть, сколько вам людей надо, техники, какие расходы у вас будут, какая выручка. Следующее, вы считаете налоги. Сколько вы будете платить налогу при том или ином налогорежиме. Все это там есть, можно в таблицу в Excel забить, можно попросить консультантов это все прочитать. Значит, и еще один момент очень важный, а также расписать не только сколько налогов вы заплатите в течение года, а надо еще прочитать, а как вы будете платить там ежеквартально, там, значит, и ежемесячно зарплатные налоги мы платим. Значит, там раз в год, там, патент мы можем заплатить два раза в год, там, или один раз, там. То есть, понимаете, вот эти все нюансы, то есть, надо понимать, потому что 100 рублей сейчас, которые вы заплатили, и 100 рублей, там, через год, это разные суммы денег. Поэтому второе вы делаете. И еще я хочу следующее отметить. Особенность, именно это наша такая российская действительность, о том, что вам мало сосчитать, сколько налогов вы заплатите. Реальная картина. Вам надо понимать, а сколько с вас будет просить денег ваша налоговая служба, где вы встаете на учете. Есть там такой сайт, называется «Прозрачный бизнес». Туда забивайте свои показатели, и там будет написана предполагаемая сумма налогов, сколько вы вообще должны в этом регионе платить. Понимаете, вы можете, конечно, все там уйти на патент и все прочее, да, но если вы не будете выполнять планы налоговой службы, они же там снимать с работы будут. А раз я их буду снимать, значит, они планы будут выполнять на вас. Поэтому вот этот момент, сколько нужно налоговой службе, да, это тоже должен быть один из ваших показателей, когда вы переходите на специальный налоговый режим. И нужно понимать еще, что у этих налоговых режимов есть своя маневренность. Вот, допустим, патент можно купить на месяц, на два месяца, до 12 месяцев, да, то есть как бы. И если ты, допустим, слетаешь там на 11 месяц, то все пересчитываешь. Поэтому иногда лучше патент вообще покупать на месяц или на два. Ты понимаешь, что в этом периоде у тебя будет громадная выручка. То есть ты сначала идешь на упрощенку 6%, в одном квартале сезон, громадная выручка, ты раз на него купил патент, да, и потом дальше ушел с него. То есть есть вот это различные варианты, то же самое на упрощенку, да, то есть на нее можно перейти только в начале года, в середине года не перейдешь. Можно перейти в середине года, если ты зарегистрируешь с нуля там ЕПЭТом или создашь новую организацию. То есть вот эти все нюансы маневренности, надо тоже как бы их просчитать у себя. Это у нас второе было с налогами. Третье, нужно понимать, а нужен ли вам для учета, учета человек отдельный. То есть если на НВД там все понятно, значит, как бы учета-то особого не надо, значит, все прекрасно и хорошо, только зарплата на налоге, если у тебя есть люди. Вот. То здесь, конечно, вот на патенте надо ввести книгу доходов, на упрощенке надо ввести книгу доходов, там, расходов, да, то есть это надо, то есть надо ввести учет везде. Учет надо более-менее качественно, чтобы не было вопросов со стороны налоговой службы. Соответственно, если у вас доходы минус расходы, то надо больше времени на это потратить. Если просто доходы, то, в принципе, и самим можно справиться. Вот. Поэтому многие, исходя из того, что понимают, что у бухгалтера у нас, как бы, в России найти нормального бухгалтера, это очень сложно, да, и чтобы не париться с бухгалтерским учетом, чтобы не блокировали счета и так далее, они просто выбирают упрощенку 6% с той точки зрения, чтобы у них не было никаких вопросов со стороны налоговой службы, и спали все спокойно. Хотя чисто экономически, если сосчитать, то у них, наверное, выгодно было бы доходы минус расходы. Ну, то есть вот так вот. Потом, следующий момент, вам надо четко понимать, а что нужно сделать, чтобы перейти на другой режим налогообложения и четко понимать, значит, последствия перехода. То есть у вас есть прошлое, которое должно там перевестись, да, выручка, материалы, там, все прочее, да, как вы это будете отражать в учет, и как вы с этих сумм будете платить налоги. То есть это тоже очень важный момент, то есть просчитать переходный период. То есть, и, соответственно, не забыть написать заявление переходного прощенку, да, а если вы собираетесь в патент, то за 10 дней надо написать заявление на патенте. Но, наверное, сейчас не имеет смысла писать заявление на патенте, на патент, потому что, думаю, вся Россия у нас до 15 января, наверное, будет все отдыхать, выручки никакой не будет. А может, наоборот, у вас в празднике большая выручка, и на этот период надо купить патент. Видите, какие есть варианты? И еще надо понимать, все-таки не надо расслабляться с прошлыми налоговыми периодами. Это четко понимать, за что налоговая может к вам зацепиться, вот, и за что она может доначислить налоги, даже если вы находились на НВД. И, конечно, нанять аудиторов или консультантов, или самостоятельно сделать все, перепроверить, и принять по этому поводу, то есть решение там исправить, доплатить, ну, чтобы просто спать спокойно в этой жизни, насколько это вообще возможно. То есть, вот, соблюдаете 5 основных, вот, то есть 5 этих показателей, если вы для себя все прочитаете, то у вас будет предельная ясность, как надо переходить на другой режим налогообложения. Очень подробно, об этом я буду говорить прямо в деталях, там, в расчетах. Я буду говорить в четверг в 11 часов. У нас будет опять с вами в прямом эфире вебинар. Он так и называется «Куда податься после НВД? Практические советы». Вот я вам там про общий режим расскажу. Все вот говорят, что не надо его, а я буду вот его толкать, толкать и рассказывать, в чем его преимущество. Но, опять же, при общем режиме обязательно наличие нормального главного бухгалтера, который будет нормально вести у вас учет. Как бы, вот, если его нет, то, конечно, уходите на упрощенку 6%. То есть, вопросов нет. Значит, вот, поэтому у нас будет следующий вебинар, да, посвященный в четверг, как обычно, в 11 часов. Ссылка есть у нас, значит, на нашем ресурсе в YouTube. Вот, поэтому, так, давайте у нас с вами, в принципе, на все вопросы, которые мы задавали, мы ответили. Ответили, значит, если у вас вопросы по НВД будет, задавайте на телеграм-канал ИВГ Севков. То есть, у нас все консультации бесплатные. Поэтому, всего вам хорошего. Спасибо, что вы были вот эти, значит, 40 минут, 41 минута с нами. До встречи. Встречаемся на следующей неделе. Во вторник в 7 часов мы поговорим о том, что, кто такие вообще налоговые консультанты, вообще нужны они или нет. И можете ли вы сами стать для себя налоговыми консультантами. То есть, какие, то есть, надо вам познания или знания иметь для того, чтобы самостоятельно четко платить оптимальное количество налогов и даже консультировать вокруг людей. И на этом, возможно, вы будете даже зарабатывать деньги. Потому что вы самые высокоплачивые налоговые консультанты в Москве, это очень состоятельные люди. То есть, консалтинг все-таки связанный с налогами, с учетом того, что у нас колоссальные проблемы у людей с налоговой службой. То есть, консалтинг, я так понимаю, будет существовать, ну, пока будет существовать налоговая служба, будет существовать налоговый консалтинг. Поэтому мы пригласим здесь специалистов, налоговых консультантов. Кто-то ненавидит их, кто-то их любит, кто-то без них жить не может. И мы это все с вами разберем во вторник в 7 часов также в прямом эфире. Ну, спасибо, что вы были с нами. Всего вам хорошего.